Особое мнение на 101FM И прокурор высказался с предложением О добавлении к основному сроку Никиты Юрьевича еще 4 лет То бишь максимального наказания Которое может идти по делу По той статье, которую его сейчас обвиняют И хотелось бы знать Ваше отношение к этому всему То есть действительно ли Никита Юрьевич заслуживает такого сурового наказания С учетом того, что сидит он уже С 2016 года Ну да, значит Никита Юрьевич уже как раз в следующем году По идее должен был закончить его срок В июле месяце, 8-летний Который он практически, можно сказать Уже точно отбудет от звонка до звонка Но, к сожалению Вчерашнее выступление прокурора Говорит о том, что Летом, в июле месяце 24-го года, по ходу, что Жесть Никиты Юрьевича Никак кардинально не изменится, к сожалению И может получить Он еще дополнительно 4 года Ну опять же, это Пока еще только прения То есть выступление еще адвокатов у нас предстоит Но мы можем с вами посмотреть там практику Вообще последних всех судебных дел То как бы если даже суд и примет Какое-то другое решение Оно будет незначительно отличаться от обвинения Ему могут и условный срок ведь назначить Как было, например, с Шульгином Ильей Изначально его приговор был условный Но тут немножко речь идет о другом Ему уже говорят, что срок должен быть 12 лет То если сейчас судья примет 10 лет То фактически это все равно будет дополнительно Ну плюс 2 То здесь очень такая трагичная и очень печальная картина По отношению к бывшему губернатору Кировской области На этот, который вот сейчас идет процесс Практически сходили все депутаты ЗАГС собрания того периода времени В том числе и я Значит, насколько я там слышал и читал Что все выступления депутатов Были в поддержку Никиты Юрьевича Да, все высказывались Да, все высказывались И как и многие Я скажу, что Я тоже высказал, что я считаю Что это был один из лучших губернаторов Того периода времени И до сих пор там Ну, как бы до какого-то момента Что мы можем четко понимать Что его работа Она до сих пор у многих кировчан В душе и в голове Положительно Положительно оцениваем, да Значит, и я не очень сильно понимаю Там, насколько хуже Там, допустим Никита Юрьевич Белых Который уже восьмой год фактически пойдет Будет находиться в местах не столь удаленных Там, или работа там Того правительства, которое работало до 22-го года Это там Васильев и Чурин Если мы там будем оценивать То я там не очень понимаю Почему такая несправедливость По отношению к Никите Юрьевичу Кто-то явно очень плохо к нему относится Да, кто-то совсем его не влюбил Значит, но и, видимо Здесь есть какой-то такой формат Почему к этому человеку Такое жесткое отношение Если даже и по первому делу Была недоказана Или там доказана взятка То фактически тем большим сроком Который ему дали там 8 лет Он фактически всю свою вину Должен был искупить Но сейчас просто идет как будто бы Тенденция того, чтобы Никита Юрьевич Просто оставался там Где он сейчас находится Как можно дольше То есть Речь именно как бы о том Что за последние годы, наверное Кто-то более-менее из такого Высокого уровня Руководителей Избежал полного Как бы Срока Это, наверное, только Алексей Улукаев Который был Улукаев Помните, был такой министр Который в 16-м году Как бы был арестован Тоже по очень странному делу Значит И вот Его почему-то к нему Как бы Правосудие расположилось Немножко в другую сторону Он был освобожден по УДО На 2,5 года раньше Чем должен быть Хотя он тоже должен был Освобождаться в 24-м году Как и Никита Юрьевич Здесь, я думаю Это какой-то частный подход И, конечно, это очень печально Потому что все-таки Как бы Зная Никиту Юрьевича И зная Вообще его как бы Быть до этого Его жизнь Ну, конечно, очень Ему сложно жить В тех условиях Которые он сейчас находится Ну, да Охотно верится Судя, опять же, по новостям Потому что о нем писали И говорили Да Так что Ну, тут только можем сожалеть И все-таки надеяться Что судья все-таки Оставит срок без изменения И Оставит именно 8 лет А не 10 и не 12 Да Еще раз хочу сказать Что если все-таки Будет изменен срок То, в принципе, все Свидетели, которые В основном На 99% Говорили положительно В сторону Никиты Юрьевича И то, что сейчас Ему меняют по крику И финансирование Команды Олимпия Значит, это все Такое, конечно, очень Становится странным Тогда, для чего мы Все ходили И выступали И вроде Как бы И защищали Ну, и смысла Смысла и не было Да, смысла не было Да, и в принципе Ведь в большинстве случаев Мы все депутаты Доказали, что решение Было не Никиты Юрьевича Это были согласованные Проведенные На пленарных заседаниях Решения Там, значит, был Совет директоров Ну, много факторов Таких, что Если бы Кто-то бы не захотел И видел бы в этом опасность Но мы могли бы это Ну, как бы Не проголосовать Не пропустить Хотя сейчас многие Мне скажут Что вы можете Вы только кнопки жмете Ну, кстати Ну, тогда времена Были немножко проще Легче И я вам скажу Что тогда В том созыве Который мы сейчас обсуждаем Участие оппозиции Было гораздо больше По объему И было Гораздо Значит, больше нас И мы как бы Имели такой контрольный пакет Фактически Так что Ну, вот, кстати О том Чтобы мы проголосовали против Я была на речи прокурора То есть слушала то Что он говорил И его замечательная фраза Была о том Что Ваши слова Никита Юрьевич Воспринимались Всеми как Как бы Прямое указание к действию То есть вам не надо было Напрямую указывать То есть Вы могли просто это сказать Я думаю На определенную часть Депутатского корпуса Он такого влияния не имел Это тогда были Самые крупные две фракции Это Справедливая Россия 10 депутатов 10 КПРФ И По-моему 6 ЛДПР 26 из 54 Это были оппозиционные партии Вообще Так что нет Тут дело Немножко совершенно не в том И вообще И в какой-то момент И с Единой Россией У Никиты Юрьевича Были не самые Такие простые отношения То здесь На самом деле Если бы кто-то хотя бы Почувствовал Что это делается В интересах чего-то И как-то Я думаю Что это было бы Ну маловероятно Вынесено на обсуждение Конечно И прохождение было Ну На самом деле Как бы Вообще сама идея Это она Которая продвигалась То что сейчас Мы обсуждаем Она вообще была Под социальное жилье Для работников Системы образования Ну как бы Это была главная проблема На тот момент И сейчас она становится Тоже самой главной проблемой И что делать дальше Никто ничего не знает Ну будем надеяться Опять же Что закончится Это все В положительном ключе Сейчас все В руках даже не божьих А судей Которая будет Унасить решение Да Для кого-то это и есть бог Но для кого-то это бог Да Ну что ж Продолжим Судебную тему Как бы Довольно нашумевшая История С Олесей Александровной Редькиной Вот Хотелось бы Знать Ваши отношения К Олесе Александровне То есть Ну как К специалисту Как человеку Может быть Вы не верите В обвинения Которые ей предъявлены Вы знаете как Значит Я как бы Тут начал бы С другого Того что Тоже очень странное Само по себе дело Сама история Значит Когда в какой-то момент Это 21-й 20-й год 22-й Когда Олеса Александровна Была там Таким знаете Флагом борьбы Не с коррупцией А с ковидом Значит И в данном Варианте Хочу сказать Что Буквально Вот это все положительно Что человек заработал В системе здравоохранения За последние 35 лет Да В какой-то момент Показалось Что это Вот знаете Это Как бы За 10 дней Какого-то Черного пиара Там да Можно Человек Из героев Превратить В какое-то Вообще Извините за выражение Какое-то Значит Понятно Что Я понимаю Что Большинство людей Которые ее знают Лично И те люди Которые у нее лечились Ковидная история Была Довольно-таки Очень крупная Значит Мы все-таки Два года Находились Особенно Именно Инфекционная больница Вместе С врачами С медсестрами С главным врачом Как на войне И эти люди На самом деле Очень много сделали Для того Чтобы у нас Была самая низкая Смертность В Приволжском округе Это на самом деле Факт Это уже Статистика Статистика есть Да И то что Как бы За короткий период Времени В 20-м году Самая Недофинансированная Больница Кировской области И города Кирова Инфекционная Смогла через 2-3 месяца Начинать работать Как Такой сплоченный Кулак С учетом того Что Как бы Не было ни денег Ни врачей Да Потому что Во-первых Никто Не думал Что Пойдет ковид И инфекционные Болезни В таких количествах И вообще Такого То в принципе Все на эту больницу Бросились Бросили В какой-то Период времени Она не финансировалась Как бы Там не хватало Я сам был До ковида В этой больнице И был такой Немножко поражен Тем уровнем Развития Этого направления И понятно Мы видели Что она Полностью Фактически Одна из Многих Ну не многих Больниц Которая тоже Недофинансировалась Нуждаются В внимании Да Внимание Но это внимание Только появилось С началом ковида Значит И особенно Первые 2-3 месяца Были Я думаю Что самыми трудными Вообще Для больницы Значит Надо было Все настроить Не было перчаток Не было одежды Не было лекарств Не было врачей И конечно Вот сейчас вспоминаю Все то происходящее И помню Как Олеся Александровна Ходила по Ну как бы Обращалась к предпринимателям К руководителям Крупных предприятий Которые кстати В ее поддержку Все высказались И сказали Что если бы Наверное Не Алексей Александровна Может быть Мы бы не смогли Так объединиться Броситься Скинуться Кто чем мог Помогали И в общем-то Покупали И вплоть Я не знаю Мы даже Стиральные машины Покупали Для того Чтобы можно было Комбинезоны Стирать С миру по нитке Да С миру по нитке И этот мир Казался очень большим И именно Со стороны Предпринимательства Крупных предприятий И людей Которые Были спасены Таким добрым миром Они все Поддержали Они все писали Они все Как бы защищали И на самом деле Никто не верит Что так может быть Потому что Вы знаете В среде медицинской Есть такое Обращение Среди Даже обычных людей Что там Есть коммерческие врачи А есть некоммерческие Ну вот за 35 лет Олеся Александровна Показала Что она никогда Не была коммерческим врачом Это ее была профессия Она работала И довольно-таки Как бы Для людей Старалась Для людей Может быть иногда Была чересчур Принципиальная Может иногда жесткая Но как бы Это все Те вещи Которые в общем-то Никак не мешали Развитию ее Как врача Значит И когда Вот эти Ты читаешь Все эти Обвинения Которые есть Там 16 тысяч Санитаркам Там На протяжении 20 месяцев Там Да В ковидный Период Значит При этом Эти все Как бы Санитарки Подтверждают Что эти деньги Они никому не передавали Не тратили Чисто на себя Ну и Кто-то Один из крупных Наших предприятий Руководители Написал Что Вы понимаете Что Как бы Находясь в таком Состоянии Войны с ковидом И на Старте Ковидной Истории В инфекционной Больнице Работало 200 человек А на выходе 3200 Да Ну тут Очень было Сложно Понять Там И поймать Именно Тех санитарок Которые Как будто бы Платили Не за то Что они не делали Ну понятно Да Значит Тут конечно Есть ошибка Наверное Больше И отдела кадров И каких-то Определенных людей Которые отвечали За зарплату И все Ну несет Конечно И персональную Ответственность И главный врач Но не в рамках Уголовного дела Ну конечно Это просто Как бы ошибка Да Это ошибка Потому что Тогда на ошибки Никто внимания не обращал Потому что Все спасали людей Не то время Не то время было Да И ошибки На них еще как посмотреть Значит Потому что Мы помним историю Когда в какой-то момент Через 2-3 месяца Большинство врачей И санитарок Уже не знали Как стоять На своих рабочих местах Потому что Усталость бешеная Напряжение большое Понятно Что единственным Что можно было мотивировать Это все-таки У людей держать на работе Чтобы они не увольнялись От усталости Конечно Там нагрузка Бешеная была Бешеная нагрузка Плюс Мы же понимаем Что там Уже и смерти пошли И тяжелые состояния Это психологически Все было То мотивация Одна оставалась Ну как бы Второстепенная Понятно Что они врачи Они бились Но все-таки Удержать их Хотя бы зарплатами Чтобы это были Достойные зарплаты Значит И конечно На тот момент Никто ничего Не считал Никто ничто не думал Главное Никто не думал В принципе Что так может Получиться Потому что Как бы Вот в продолжение Хочу сказать Что в принципе Если Так Обсуждать эту тему Да Ведь на самом деле Тогда вот Вся поддержка Которая полилась В поддержку Олеси Александровны Рейкиной Врача Она ведь в принципе Была Не именно Как К врачу И Олесе Александровне Это вообще была поддержка Вообще системы здравоохранения И системы образования Потому что В его положении Сегодня может оказаться Любой директор школы Директор дополнительного образования Любой главврач Потому что В принципе Мы сегодня понимаем Недофинансирование И проблемы И в образовании И в здравоохранении То все равно Какие-то нюансы Приходится Иногда решать Вот таким путем Да И если мы Сегодня Всех будем Там Уголовными делами Обвешивать И сажать Никого и не останется Никого и не останется А кто вообще будет Детьми заниматься И школой Да И конечно Самое печальное В этой истории Что вот да Есть какая-то Светлая часть людей Которые Очень активно Начали подписи собирать Начали там Поддерживать В СМИ Там везде В телеграм-каналах Ну и конечно Было очень Странно Очень Заметить Что фактически Система здравоохранения Врачи Там другие главврачи Никак не среагировали На эту беду Значит Это говорит о том Что конечно Что-то происходит там Неправильно И не так Потому что Они все знают Олеся Александровна Больше 30 лет Она работает в системе И со многими В школе училась Ну может быть Это банальный страх Со стороны Страх за кого? За себя Например А что в этом страшного Если ты поддерживаешь Коллегу Которого хотят Как бы Ну фактически В какой-то момент Ее просто взяли Закрыли в СИЗО Ну понятно Да Но если Тут какой страх Как бы Ты скажи Ты понимаешь Что происходит Или ты не понимаешь Что происходит И в данном случае Конечно Я думаю Что это Это страх какой-то Наверное Присутствует Как я с вами согласен Но Он организованный страх Потому что Я вам больше скажу Люди очень боятся Брать ответственность Дело не в ответственности Они боятся сказать То что они думают Ну за это же последуют Какие-то Ну значит И кто-то об этом предупредил Потому что У нас на какой-то Период времени Когда началась Вот эта вся Волна поддержки И начали многие Звонить И говорят Где нам написать Где нам сказать Те люди Которые у нее лечились Те люди Которые Там у них Лечились Их родители Которых спасала Инфекционная больница Там да Значит Плюс предприниматели Очень крупные Предприятия Там все да Значит Как бы Были Поначалу Даже Люди Из системы здравоохранения И врачи И главные врачи Сейчас как бы У нас дело Идет в довольно Положительную сторону В отношении Олеси Александровны Мы же уже сейчас говорим Что это дело Уже Ну приобрело Какое-то Ну сейчас уже понимаем Что больше политический Оттенок Чем фактически Там да Но я к тому Что никто практически Ну из системы Здравоохранения Не вступился В данном случае Здесь заступились Предприниматели Директора крупных предприятий Там какие-то Обычные люди да Ну у этих людей Тоже Даже те же Предприниматели Представители власти У них Больше возможностей Скажем так Опять же Вот вы правильно сказали Люди Которые Коллеги Олеси Александровны Может Банальный страх Того Что они могут потерять А если завтра С ними такое случится Они на кого будут надеяться Если не на своих коллег Ну Они надеются Что с ними Этого не произойдет Ну мы же понимаем Что это иллюзионная ошибка Это иллюзия Я думаю что Олеся Александровна В 22 году Получая главный орден Здравоохранения Орден Пирогова За ковидную Всю Эпопею Как признанный человек Главврач Который удержал систему Который справился С ковидом Инфекционная больница Стала основной больницей Ну достижения Олеся Александровна Никто не приумно Да То понимаете Она ведь тоже в 22 году Получая этот орден Она же тоже не думала Что так может вообще произойти Никто не думает Никто не думает Ну так происходит И в данном случае Конечно Очень как бы Всегда важно Когда за тобой Есть коллеги Которые тебя всегда поддержат И все это сделают Я вам так сейчас скажу Что она же была у нас Депутатом в ЗАГС Ну я специально посмотрел Кто из 40 депутатов Поддержал Олесю Александровну Все те кто сейчас Вступился за нее Да То в данном случае Это всего Примерно из 40 депутатов Я вам скажу Что это было около 7-8 9 Кто вот А так осознанно Сами поддержали коллегу Да То А депутаты ЗАГС Извините Свою коллегу Почему не поддерживают Тоже страх Тут не Тоже страх Ну видимо да Тоже страх То в данном случае Мы сегодня и говорим Что мы такое получается Что живем в мире страха С одной стороны Все боятся Все всего боятся То Это конечно Вот Был показатель того Что вот Знаете как Как бы Скажи мне Твой друг И я скажу Кто ты там Да То вот Сейчас вообще Очень все понятно Все ясно И это на самом деле Очень печально Не ну Принцип Моя хата с краю Он же работает всегда Везде Но В системе Все таки Вот Здравоохранение Образование Она до какого-то периода Работала все таки Как они Они друг за другом стояли Это была хорошая причина Вы помните Историю пятилетней Или четырехлетней давности Хотели Так же завести И повезли уже На задержание Директора Ой Руководителя поликлиники Какой-то По причине того Что В какой-то По адресу Где находится поликлиника Значит Что-то случилось С ребенком И Да Вот какая-то Такая история Там И повезли именно Руководителя поликлиники При всем при этом Ну конечно Как ответственно Да Как ответственно Хотя Туда ходил врач Который по округу Терапевт И это была Девочка на контроле Значит И вот это Ну тогда же Посмотрите Это даже массово Начали Как бы поддерживать Все защищать Это было пять лет назад За пять лет Вы понимаете Все поменялось Значит Ну и дальше Продолжение того Что мы сейчас понимаем Что Как бы Очень много Не случайностей Значит В первую очередь То что Олеся Александровна Была арестована Именно в тот день Когда она должна была Получать мандат Депутата Госдумы Значит И все вот эти Вещи Которые именно Начали происходить По усилению К ней Внимания Со стороны Особенно федеральных Всяких Непонятных Телеграм-каналов И СМИ Значит Именно После того Как президент партии Объявил Что этим кандидатом От Кировской области Будет Олеся Александровна Вот эти десять дней Они показали Что Главный вопрос Который был И из которого Весь это произошел Шум и гам Ну конфликт Имеет политическую Подоплеку Да На выходе Получилось Фактически так Что вот эти Десять дней Полного Поливания грязью Значит В день Когда должна быть Избирательная комиссия В Москве ЦИК Принимает решение По передаче Ее задерживают Ну Тут уже как бы Сложно Очень по-другому Как-то это распределить Все это начиналось Давно И я понимаю Ну мне кажется Я понимаю С чего это все началось А потом это все Ушло уже В том периоде Уже Как бы Понятно Что это все Давление уже было Сущено С Москвой Ну а подождите А с чего началось С чего началось Ну Здесь Это очень много Займет времени И мы сейчас Можно без подробностей Да И без подробностей Но как бы Это знаете как Это иногда в жизни бывает Что Кто-то тебя полюбил А кто-то тебя не полюбил Да Вот по отношению И вот это началось Гораздо все Давно И это Способствовало Это всему Да А потом кто-то Этим воспользовался И вот эти последние Десять дней От начала Грязной кампании По ее дискредитации И до ареста Ну показывают Что как бы Кто-то очень плотно И хорошо этим воспользовался Так что Ну вот такая печальная история На самом деле Для нашего города И для вообще Как бы для врачей Для учителей Я надеюсь Что все будет Правда восторжествует Справедливость вернется И я думаю Что как бы Мы будем все-таки Понимать Что люди Которые Спасают наши жизни И они Ну и при этом Они порядочные И честные И Но их так Конечно С ними поступать Так нельзя Это все-таки Это неправильно Примерно вот такой рассказ И понятно Что я говорю еще раз Что хорошо Что есть добрые люди Есть люди Которые Еще есть в нашем обществе Люди Которые Не подвержены Большому страху Хотя Ну как бы Некоторые сомневались Некоторые там думали Но тем не менее Все равно Как бы совесть Она преобладала И ну Ну понятно Что наше рекотделение Очень много сделало Для того чтобы Как бы Защитить Олису Александру Потому что мы понимаем Мы ее очень хорошо знаем Мы знаем Ее Ну Очень давно И понятно Что когда начались Эти все грязи И все эти рассказы Ну понятно Что никто В это не верил Будем надеяться Что в принципе Дело приобретет Честную составляющую Скажем так Ну нам бы очень Очень хотелось Очень хочется Верить в справедливость У нас просто сегодня Второе дело И какое-то такое печальное Потому что первое Мы тоже верили В Никиту Юрьевича Мы к нему ходили Мы его защищали Мы его поддерживали Всем практически Даже те Я слышал выступления Тех депутатов Которые Ну большинство В принципе выступали За то Что Никита Юрьевич Ну хороший руководитель Хороший руководитель И то что он делал Не вызывало Ни у кого никаких сомнений Ну что ж Сейчас у нас подошло Как раз время Небольшой рекламы После которой мы обязательно Продолжим Особое мнение На 101FM А мы возвращаемся После небольшой рекламы И у нас Как раз Мы затронули тему Финансирования Системы здравоохранения Системы образования И всего остального Хотелось бы узнать Вашу оценку бюджета Который недавно рассматривался Ну смотрите Мы рассматривали параметры бюджета Это его доходная и расходная часть Это основные параметры На что мы будем Примерно ориентироваться Значит Дефицит бюджета у нас По-моему Составляет на сегодняшний день Там 1,4 триллиона Ой, миллиарда рублей Значит Я про триллионы Эта сумма по-моему Не меняется уже Ну Она плюс-минус Как бы держится Одинаковая Значит Следующий год 25-й у нас Идет Сокращение доходной И расходной Их частей Довольно-таки значительно Но при этом Получается профицит Значит И так же в 26-м году То если там Допустим У нас бюджет Там В 24-го года Там 90 с лишним миллиардов Там расходы 96 миллиардов Там Да То уже в 26-м году В 25-м У нас уже бюджет Становится там 80 с копейками Расходы тоже 80 с копейками Но При этом Как бы Профицит составляет Там почти Около 3 миллиарда Значит В 26-м Тоже идет сокращение Еще бюджета И расходных И доходных частей Но профицит Тоже увеличиваться Ну тут такая игра цифр Мы будем долго объяснять Почему это Нет, хорошо Значит Вкратце я скажу Что бюджет 24-го года Будет очень тяжелый Значит Мы видим сегодня Тенденцию Которая происходит На федеральном бюджете Потому что мы От него зависим Потому что у нас Ну это понятно Да У нас там Довольные большие суммы Идут в виде Дотации Из федерального бюджета Значит Бюджет будет тяжелый Значит Мы видим По бюджету Федеральному Что у них Они тоже заложили Дефицит Ну довольно-таки Приличный Значит При этом Они показывают О том Что у них там Вырастет Доходная часть На 22% Значит Это Значит То что Денежная масса Соберется Как бы По доходной части Больше на 22% Ну что такое Значит Очень странная позиция Вообще 22 Я пытался разобраться Что такое 22 Но мы же Никто не Там два пути Или это экономический рост 22% Что маловероятно Наверное Или это Все-таки Девальвация рубля То мне кажется Что уже на следующий год В бюджет заложен Курс Наверное Не как сейчас Там 90 А где-то Я думаю 120-130 И тогда это совпадает С тем Что доходная часть Бюджета Гораздо будет Больше на 22% Денежной В рублевой массе Значит То В принципе Мы говорим Что это уже Девальвация рубля И то что это Ну довольно-таки Наверное Приличная инфляция Значит То бюджет Будет очень непростой Значит И мы должны К этому готовиться Основная задача 24-го года У правительства Области Как бы Все наши Дополнительные доходы В первую очередь Запустить На запуск школ У нас их 10 федеральных И там Ну да У нас про строительство школ Говорят очень часто Очень много Там Да И как бы Насколько это будет Обосновано Что мы Все что у нас есть И то что даже у нас нет Запустим на запуск школ В следующем году Вызывает Ну определенные Какие-то сомнения Сразу скажу Почему Потому что Ну не сомнения Вопросы скорее Ну сомнения В том что Справимся Справится ли бюджет И насколько Как бы Это не Повлечет Там допустим Какие-то проблемы Для других Отраслей экономики Значит потому что В принципе Что придется урезать Чтобы эти школы Были Созданы Придется Очень много Что порезать И самое удивительное Что очень много Что мы не можем Дать для Реального Сектора экономики Ну это оправдано Будет На ваш взгляд На мой взгляд На мой взгляд Я бы конечно Такими большими шагами По строительству Школы не шагал Я бы делал Как другие регионы Хотя бы по одной Две школы в год И это было бы Более-менее там Ну было бы хотя бы Какое-то распределение Логическое Да распределение Да тем более Вот мы сегодня Как раз обсуждали Историю Там по Зуборевскому Ресу Там дополнительно Средства из областного Бюджета Только на одну школу В связи с разницей Стоимости товаров И стройматериалов Изначально Да Составить только 620 миллионов Это только одна школа Это чтобы ее закончить По строительству Плюс ее еще надо Полностью обставить Ее отремонтировать Купить все необходимое То на самом деле Расходы бюджета Будут очень большие Значит очень бы хотелось Чтобы как бы Мы с этим справились У нас в принципе Тенденция какая-то Все сразу В охапку Что с дорогами Что со школами Что с чем угодно Это знаете как У нас сейчас такая Глобализация идет Если там пойдем косить Так уже так размахнемся Значит Ну вот я немножко Вот в этом плане Как бы сомневаюсь Насколько Вот эта спешка Которую там Ну про эти школы История еще началась При Васильеве И я помню Когда все это Начало озвучиваться Какое-то глобальное Количество Ремонтов школ Пристроев Значит Скорительства новых школ Мне на тот момент Мне на тот момент Казалось Что они просто Немножко Пиарятся Для того Чтобы в 22 году Губернатор Васильев Пошел на второй срок И ему нужно Это было Для выборной кампании Так как уже Процесс какой-то Был определенный Запущен И мы очень сильно Это обсуждали В 21 году Еще с командой Васильева Чурина Что уже тогда Шли отставания По школам Что фактически Сегодня нашими Возможностями Строительными В области И в городе Столько школ Не построить Плюс возникало Очень много проблем По содержанию этих школ А потом Где мы столько возьмем Как бы преподавателей И все прочее И мне казалось Что в какой-то момент Это все успокоится И мы в какой-то возьмем Реальное количество школ Ежегодично И будем потихоньку К этому идти Но Но нас так не любят Зачем? Надо сразу Да И мы вот эту Продолжаем гонку Куда-то Непонятно куда бежим С кем-то соревнуемся С какими-то показателями Или там таблицами Мы должны быть первыми Да Везде и всюду Но мы однозначно Сделаем просто Какой ценой В каком периоде времени И самое интересное Вообще другое Минэкономразвитие Нам пишет Депутатам Что с 25-го года Как и по всей стране Кировская область Попадает в демографическую яму У нас начинается Демографическая яма Которая может Длиться в пределах 5-6-10 лет Значит Вопрос может возникнуть Что мы сейчас Вот эти школы Там Невероятными усилиями По настрою А потом возникнет вопрос А что мы дальше С ними делать будем Да Значит Ну вот Пока план Взят Такой же Как господина Васильевна Там Много и хорошо И мы всех обгоним И победим Значит Пока вот мы В этом плане Как бы двигаемся Вперед Значит Ну конечно При этом Я хочу сказать Что школы Конечно нужны Особенно в больших микрорайонах У нас их в центре не хватает Ну конечно Да Значит Ну как бы Мне кажется Что во всех Принятиях решения Должен быть здравый смысл Мера Мера да Значит Вот Тут вот У нас возникает Главный вопрос Ну у нас в принципе Опять же Я не устану говорить О том Что идет тенденция Скорее на Растрату полученного А не на то Чтобы мы зарабатывали нормально Ну мы сейчас Я так понимаю Что правительство Борется за то Чтобы не возвращать Деньги федерального центра Которые были выделены На 10 школ Там да И все-таки Выполнить те обещания Которые были даны Там еще в 21 году Или в 20 я не знаю Ну Я понимаю Что сейчас Отступать негоду Но еще У нас в этом году Еще появились Еще за счет областного Бюджета Одна школа И два пристроя Да Что тоже будет Довольно-таки Очень Большим испытанием Для бюджета Потому что Ну это В пределах 3 миллиардов Плюсом еще К тому Что у нас есть Ну как бы Очень много вопросов Очень много Как бы Каких-то Очень мало ответов Мало ответов Да И конечно Все это выглядит так Тем более Мы понимаем Что Экономика у нас Все равно Как бы Она Там Чтобы не говорили Дает определенные Там сбои И мы находимся В тяжелой ситуации Потому что В принципе Ну как бы Все сейчас находятся В тяжелой ситуации Да Насколько Как бы Мы уверены В том что Бюджет Хотя бы Покажет Параметры 23 года А если Он не покажет Параметры 23 года То это будет Уже Более Проблематично Ну что ж Будем надеяться На то что Хоть какие-то Планы С верой Надежда И живет Да Во всех мы верим И во всех надеемся Ну что ж У нас как раз Подошло Время заканчивать Программу Было очень приятно Пообщаться Да спасибо А вы хотели про аборт Уже не успеваю Не успеваю Ну ладно В следующий раз Я бы кстати по ним Коротко сказал Ну хорошо Давайте Я бы вам сказал Что я очень помню Как в конце 80-х Это было все запрещено Значит Но при этом Девочки ходили И делали непонятно Это подпольно Подпольно Все было Нет Ну тут Смотрите Запрет идет Не самих абортов А запрет склонения К абортам Значит Ну я бы коротко сказал Я вообще отношусь к этому так Твое тело Твое дело Мудро Вот Это вас прям поддержало Сразу огромное количество женщин Которые вылили с плакатами Твое тело Значит И твоя голова Так что тут Каждая девушка Или женщина Должна сама нести Полную ответственность И принимать Именно те разумные Решения Которые необходимы На этом уж точно Спасибо вам большое Дмитрий Михайлович Да, вам тоже большое спасибо За приглашение Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM